Студенческий десант высадился в окружной полиции. Всероссийскую акцию под таким названием организовали для наринмарских студентов. Ребята получили возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел и лично познакомиться с их работой. Началось десантирование для 18 студентов из средних учебных заведений посещением отдела по вопросам миграции, где им показали всю процедуру оформления заграничного паспорта при личном обращении в отдел. Также ребята самостоятельно провели дактилоскопирование, продолжили стажировку юной десанты в госавтоинспекции. В экзаменационном классе каждый подросток попытался сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения Российской Федерации. Закончилась стажировка в экспертно-криминалистическом центре управления. Ребята сами посмотрели, что лежит в чемоданчике эксперта. Им показали оборудование, которое используется полицейскими на местах совершения преступления для снятия различных следов, которые совершают преступники. Также в рамках данной акции совместно с Ненецкой региональной общественной организацией «Динамо» была проведена спортивная спартакиада «Студенческий десант-2018». Спартакиада проводилась по четырем видам спорта. Это мини-футбол, плавание, бег на лыжах и стрельба. Хорошие результаты в спартакиаде показали студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. И как успехи? Хорошо. Плавание второе место лично за счет был. У меня лично. А для чего тебе нужно было это участие в игре? Я очень хотел себя проявить, хотел узнать, на что я способен. Ты отстрелял? У вас стрельба была? Нет, первый раз стрелял. Сам от себя удивился. Хорошо настрелял. В итоге ребята заняли второе место. Победителем в спартакиаде стали студенты профессионального училища. Награждение победителей прошло в торжественной обстановке. Сотрудники полиции поздравили студентов с Днем российского студенчества и пожелали ребятам успехов в учебе и выборе дальнейшей профессии. Кого-то удалось заинтересовать? Ну да, ребята говорили, что рассмотрят вопрос, родители пообщаются с родственниками, чтобы поступать в профессиональные учреждения МВД России. То есть заинтересовались многие. Будем надеяться, что будут у нас новые кадры пополняться от нашего округа.